Библейский портал экзегет.ру представляет на то, что все будет хорошо. Ну, а нечестивцы погибают. А также Елефас объясняет, откуда он это узнал. Мистическое откровение, которое было ему ночью. Человек грешен, всякий человек грешен. И человек быстро погибает. Человек очень слаб. В общем, Елефас говорит примерно то же самое, что нам скажет любой катехизис. И такой вот прямолинейный подход к христианской вере. Да не только христианской. И, в общем, это представление довольно распространенное в других религиях, что вот за какие-то праведные поступки высший мир нас награждают, за греховные наказывают. И что человек слаб, человек грешен, человек ничего не может сделать с Богом. Ну, вот в пятой главе Елефас будет развивать эту мысль. А ведь это уже начало такой подсказки. Иов, если ты страдаешь, подумай. Наверное, есть причина. Наверное, за что-то. Ну, для начала он говорит. Вообще, кто ты такой, чтобы спорить с Богом? Позовешь. Кто тебе ответит? Кого из святых просить станешь? Святые, видимо, те же, кто и сыны Божьи в начале этой книги. Некие ангельские сущности, которые рядом с Богом. Глупца погубит нетерпение. Простака его страсть сведет в могилу. Видел я, не успеет глупец пустить корни, как пойдет на дом его внезапное проклятие. Его дети подмоги не дождутся. Перебьют их у городских ворот, и никто их не избавит. Урожай их пойдет голодным. Он от сорняков его очистит. То есть, от каких-то греховных, может быть, вещей. Вот он эту самую прибыль, богатство глупца очистит и будет пользоваться. И жаждущий захватит их богатство. Ведь беда не из земли выходит. Горе не на поле вырастает. То есть, не все само собой. Это человек рожден для горя. И как огненная искра ввысь взлетает. То есть, смотрите, человек слаб, и его страдания связаны с его греховностью. Общие места, общие места. И вот как-то потихоньку, понемногу он подводит его к тому, что значит, и ты такой же, и ничего тут страшного нет. Ну, а как исправить-то эту ситуацию? А я обращаюсь к Богу. И Богу мое дело вручаю. Великие его дела непостижимы. Чудесам его нет числа. Он дарует земле дождь и воду посылает на поля. Он возвышает униженных и плачущих выводит к спасению. Расстраивает замыслы коварных, и удача у них из рук уплывает. Умников на их же хитрости ловит. Изворотливым путает расчеты. Средь бела дня их окутает мрак. В полдень, как ночью, побредут на ощупь. Что он такого говорит неправильного? Да, абсолютно все верно, и мы эти слова во многих других местах Ветхого Завета найдем. Почему же потом Господь скажет, что они, эти друзья, говорили не так верно, как Иов? В интонации, что ли, дело? Или в том, что не к месту они говорили, когда Иов страдает? А вот ему Элифас говорит, вообще-то, все вы люди, все вы слабы, все вы грешники, и Бог выше вас. То есть, это просто не к месту. Давайте еще почитаем, чтобы лучше это было видно. А несчастного спасет он от меча от их пасти, от руки крепкой. Потому есть у бедняка надежда и злодейство, пасть свою закроет. То есть, все от Бога. Бог, в конце концов, всем раздаст, кому наказание, кому награду. Волноваться по этому поводу не надо. Блажен, кого Бог наставляет. Не отвергая наказания всесильного, ранит он, но он и перевяжет. И рука его ударив исцелит. От шести несчастья он избавит, и седьмой тебя не коснется. В голод выкупит себя у смерти, на войне от меча избавит. Ты избегнешь злого языка, не устрашишься, что грядет разорение, и только посмеешься над разорением и голодом. Не страшны тебя будут дикие звери, будут с тобой в союзе камни в поле. Даже некие камни в поле, может быть, некие священные звояния, может быть, межевые камни, то есть, границы. То есть, все у тебя будет хорошо с соседями. Будут в мире с тобой звери полевые, будешь знать, что мир в твоем шатре. Свой дом осмотришь, ни в чем нет изъяна. Увидишь многочисленное потомство, будет отпрысков твоих, как трав на поле. В должном возрасте достигнешь ты могилы, как вовремя сжатый колос. Ну, то есть, помрешь, конечно, но в старости, жизнью насытишься, и все будет очень у тебя хорошо. Вот что выяснили мы, так оно и есть. Выслушай и усвой все это. Ну, то есть, Иов, что ты переживаешь? Бог выше человека, человек слаб и смертен, но Бог тебя помилует, пожалеет, все тебе вернет, все у тебя будет хорошо, и не беспокойся. Вообще, хорошее утешение, к сожалению, никогда не работает. Вот и с Иовом оно тоже не сработает, а и в шестой главе он, в общем, постарается нам объяснить, почему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok